Общее сведение. У большинства первородящих возникают боковые надрывы, трещины краев наружного маточного зева, размеры которых не превышают 1 см. Такие повреждения не являются патологическими, сопровождаются незначительным объемом кровянистых выделений и не нуждаются в ушивании. После их заживления наружный зев матки становится щелевидным, что свидетельствует о перенесенных родах. Травма шейки матки с более чем сантиметровым разрывом по различным данным наблюдается в 6-15% родов и является одной из распространенных акушерских травм. Обычно она возникает у женщин, рождающих впервые, намного реже у повторнородящих. Поскольку недиагностированный разрыв служит причиной возникновения многих гинекологических заболеваний, всем родильницам показан специальный осмотр для исключения этой патологии. Разрыв шейки матки Причины разрыва шейки матки Существует несколько групп факторов, способных вызвать такую травму родовых путей. Риск повреждения шейки в процессе родов существенно повышается при ригидности или разрыхлении ее тканей, которые могут привести воспалительные заболевания. При хроническом цервиците соединительно тканное стромоорганы инфильтрированы и уплотнены, из-за чего ухудшается раскрытие маточного зева. Возрастные изменения У первородящих старше 30 лет в тканях шейки уменьшается количество эластичных волокон, что снижает их прочность на разрыв. Рубцовая деформация Растяжимость тканей ухудшается вследствие образования соединительно тканных рубцов после перенесенных ранее разрывов и лечебных манипуляций. Диатермокоагуляции Креодеструкции Лазерной Вапоризации Конизации И тому подобное Дистоция шейки матки Из-за дискоординированной родовой деятельности края органов вместо сглаживания и расслабления уплотняются, становятся толстыми и ригидными. Придлежание плаценты Прикрепление и развитие детского места в нижнем мотачному сегменте и области зева приводит к разрыхлению тканей шейки матки, что увеличивает риск их разрыва. Стремительные роды При бурной родовой деятельности плод проходит через недостаточно сглаженную и раскрытую шейку матки, травмируя края ее зева. Неполное раскрытие зева Проблемы со сглаживанием шейки матки могут возникнуть при слабости родовой деятельности, недостаточном объеме или преждевременном излитии около плодных вод. Орган также повреждается при стимуляции поток до его полного раскрытия. Гипоксия тканей Прочность шейки снижается при нарушении ее питания из-за длительного сдавливания между головкой ребенка и костным кольцом. Такое состояние чаще возникает у роженицы с узким тазом. Вероятность травмы также повышается при избыточных нагрузках на края наружного зева. К разрыву могут привести роды крупным плодом. Окружность головки ребенка весом более 4 кг в большинстве случаев превышает размеры, до которых может растянуться наружный зев. Аналогичная ситуация возникает при рождении ребенка с гидроцефалией. Разгибательное положение плода. В таких случаях не только нарушается физиологический механизм родов, либо они становятся невозможными, но и чаще травмируются родовые пути. Хирургические манипуляции. Шейка матки повреждается при наложении акушерских щипцов, использовании вакуум-экстрактора, извлечении ребенка за тазовый конец и дыры. Вне родов разрывы могут наблюдаться при грубом проведении инвазивных манипуляций. Патогенез-механизм травматического повреждения шейки матки основан на несоответствии между способностью тканей к растяжению и значительными нагрузками, которые возникают в родах. Сначала эластичные волокна хорошо справляются с усилиями, создаваемыми головкой плода, инструментами для родовспоможения или рукой акушера. При перерастяжении ткани стончаются, а кровеносные сосуды, которые ее питают, пережимаются. Возникает гипоксия, приводящая к развитию дистрофических процессов. В конечном итоге целостность ткани нарушается. Разрыв обычно является радиальным продольным, реже – звездчатым. В некоторых случаях некроз бывает настолько выраженным, что сопровождается полным отторжением передней губы. Если на неподготовленную шейку матки действуют значительные нагрузки, возможен полный циркулярный отрыв ее влагалищной части. В ряде случаев при поздних самопроизвольных абортах и преждевременных родах наблюдается так называемый «центральный» разрыв. С формированием ложного хода в задней стенке шейки матки диаметром 1,5-2 см над неповрежденным наружным зевом. Классификация при оценке типа и характеристик повреждения учитывают механизм его формирования, размеры и наличие осложнений. В зависимости от причин, повлекших за собой нарушение целостности шейки матки, различают разрывы, самопроизвольные, возникшие спонтанно в процессе родовой деятельности на фоне ригидности либо чрезмерного растяжения, насильственные, спровоцированные родоразрешающими влагалищными вмешательствами для ускорения процесса родов. С учетом размера разрыва бывают трех степеней, а и степени – одно или двухстороннее повреждение шейки матки длиной до 2 см. Двух степеней – размеры разрыва превышают 2 см, однако он не меньше чем на 1 см не доходит до свода влагалища. Трех степени – разрыв доходит до влагалищных сводов и переходит на них. Разрывы и двух степеней считаются неосложненными. К осложненным разрывам специалисты в сфере акушерства и гинекологии относят следующие типы повреждений – разрывы трех степеней. Разрывы, переходящие за внутренний маточный зев. Разрывы, в которые вовлекается брюшина или окружающий мацку параметрий. Циркулярный отрыв шейки матки. Симптомы разрыва шейки матки. В случае небольших повреждений размерами до 1 см клиническая симптоматика обычно отсутствует. Основным проявлением разрыва шейки матки является кровотечение. Иногда его признаки можно наблюдать уже в период изгнания, когда рождающиеся части плода покрыты яркой алой кровью. Однако обычно кровотечение возникает или усиливается после рождения ребенка, несмотря на хорошую сократительную активность миометрия. При этом кровь из влагалища течет струйкой или выделяется в значительном количестве. Реже она содержит много сгустков. Если разрыв возник на фоне больших разможжений при длительном сдавливании тканей, кровотечение наблюдается не всегда, поскольку сосуды успевают тромбироваться. В подобных случаях и при повреждении участков без крупных сосудов крови обычно выделяется мало, что повышает значимость послеродового осмотра шейки в зеркалах. Осложнение при повреждении шеечно-влагалищной ветви маточной артерии разрыв шейки матки может осложниться профузным кровотечением. Из-за значительной кровопотери кожи и слизистой родильницы бледнеет, женщина жалуется на слабость, головокружение, холодный пот, может потерять сознание. При несвоевременном оказании помощи у пациентки развивается гоморрагический шок, представляющий угрозу для жизни. Глубокие повреждения, доходящие до влагалищного свода, могут сопровождаться разрывом матки и массивным кровоизлиянием в параметрии. При пропущенном и неушитом разрыве шейки существенно возрастает риск развития параметрита послеродового эндометрита. В последующем эктропиона, хронического эндоцервицита, эрозии, неоплазии. Отдаленными последствиями является рубцовая деформация шейки и стмикоцервикальная недостаточность с невынашиванием беременности. Формирование шеечно-влагалищной фистулы. Диагностика послеродовые кровотечения возникает как при разрывах шейки матки, так и при других патологических состояниях. Поэтому для правильной постановки диагноза выполняют наружное акушерское исследование. После родов матка хорошо сократилась. При опорожненном мочевом пузыре ее дно расположено ниже пупка. Осмотр в зеркалах. С помощью широких зеркопулевых или геморроидальных щипцов выполняется ревизия шейки с растягиванием краев зевы и осмотром всех складок. Обзорная кальпоскопия – старый послеродовый разрыв шейки матки первой степени при выявлении разрыва третьей степени вручную обследуется. Стенки матки для исключения их повреждения. Дифференциальная диагностика проводится с разрывом варикозно расширенных вен влагалища после родовой гипотонии и атонии матки. Задержкой в ее полости оболочек плода или долек плаценты, развитием ДВС-синдрома. При необходимости к постановке диагноза и ведению родильницы привлекают анестезиолога, терапевта, хирурга. Лечение разрыва шейки матки. При обнаружении патологического разрыва целостность органа восстанавливают хирургически. Выбор оперативного вмешательства зависит от степени повреждения и наличия осложнений. Поврежденный участок ушивают трансвагинально рассасывающимся материалом, шов накладывают на всю толщину ткани за исключением эндотсервикса. Если обнаружен разрыв, переходящий за внутренние зев или кровоизлияние параметрией, рекомендована лапаротомия, в ходе которой выполняется остановка кровотечения, удаляется гематома. В послеоперационном периоде показаны противоанимические препараты. Для профилактики инфекционных осложнений обычно назначают короткий курс антибактериальной терапии. Продолжение следует...